Всем привет, это я, Рик Кастей, я продолжаю видеоблог, посвященный диджейнгу, электронной музыке и всему, что с этим связано. Первый сюжет был о том, что нужно посортировать свою музыкальную библиотеку, проливали, тили-тили. Вот, сейчас, ближе к делу, поговорим о структуре музыкальной, структуре танцевального трека. О структуре танцевального трека. О структуре танцевального трека. Все электронные треки и все танцевальные треки пишутся по квадратам. Вот, квадрат состоит из 8 тактов. Такт это 1, 2, 3, 4. Вот, квадрат в танцевальной музыке состоит из 32 ударов. То есть, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, и так 8 раз. Вот, я лично, мне удобнее считать восьмерками. То есть, 4 восьмерки не 8 четверок, а 4 восьмерки. То есть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так делалась зарядка, допустим, по квадратам в том же садике или школе. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. То есть, эти вот четверки, они очень везде нас окружают. Что происходит, что такое квадрат? Квадрат это структурная единица, что ли, трека, можно так его назвать. И от квадрата к квадрату в трек приносятся какие-то изменения. Ну, допустим, вот, обычно, мы все к этому привыкли, трек начинается с сухого бита. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот. Через 32 удара в нем должно что-то поменяться. Да, допустим, будет бит и добавится хлопок. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Через 32 удара добавится там тарелочка. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, так далее, и тому подобное. Можете взять любой танцевальный трек, который у вас есть. Ну, вот, любой. И просто обратите на это внимание, что не от балды добавляются какие-то изменения, а вот они четко идут по квадрату. Да, может быть, какой-то там эффект или какой-то крик, он как-то так бух и неожиданно всплеснулся. Но я имею в виду какие-то такие долговременные изменения. Допустим, синтезаторная партия, она не... Как правило, как правило, есть экспериментатор, но она не вступит, знаете, так от балды. Там бух-бух-бух и бах. Потому что человек, он не кажется, он не любит таких неожиданностей. Музыка не исключение. То есть, если бы музыка писалась от балды, не было этой структуры, ну, представьте, как это могло было быть. Ну, то есть, начинается какой-то трек, начинается барабанная партия, там бум-па-да-бум-па-да. Тут неожиданно... На, запел чувак! Ну, окей, ладно. Тут чувак перестал петь, заиграл на этом. Ну, то есть, получилась бы какая-то такая... Ну, бррр... Состыковка неожиданностей, да? То есть, такая система неожиданностей. То есть, ты вообще не можешь предугадать, когда начнется синтезатор, когда загорает скрипка, когда начнется бас или будет какая-то перебитовка. А так, вся музыка пишется по квадратам. Так, и ты даже не считая, если ты просто слушатель, ты не считая, ты интуитивно угадываешь, то есть, есть такой элемент ожидания, да? То есть, ты ожидаешь, что вот сейчас начнется что-то новое. Вот через 32 удара начнется что-то новое. И обычно переходы между этими квадратами, они как-то подчеркиваются, да? Перебитовочка, и какими-то... Ну, каких-то элементов много, там, каким-то нарастанием, взрывом. Ну, могут, там, чуть-чуть подчеркиваться, могут просто, там, пропасть последний удар в квадрате. Просто вариантов масса, и это все зависит от креативности создателя. Вот, ну, вот, как вот, от его фантазии. Вот, поэтому, вот, сами квадраты, они делают музыку более приятнее. То есть, мы можем ожидать что-то, да? Даже если мы трек не слушали ни разу, да? То есть, мы приблизительно можем ожидать, вот, что вот сейчас начнется что-то такое классное. Или вот сейчас опять повторится тот прикольный бас, или гитарный риф, да? Или, как часто в клубе бывает, вот эта затяжная яма такая... Все-таки руки подняли, 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 и они могут предугадать, что сейчас будет... И им пошел такой замес нехилой. Вот, все это квадраты. Все это у нас уже сидит где-то на подкорке. Мы к этому привыкли, и этому не замечаем. В этих всех квадратах, квадратов. В эстрадной музыке, таких в радио-версиях треков, вот коротеньких, допустим в попсе квадрат, он длится 16 ударов, то есть 4 такта. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре и новый квадрат. В хим-хопе та же штука, то есть нет таких длинных растянутых квадратов, вот, все длится там по 16 ударов. В танцевальной квадраты более длиннее, 30 балл ударов в танцевальной, в попсе, в хип-хопе, в другой музыке какой-то, в роке, ну в роке там, я не знаю, в роке я особо не разбираюсь, но приблизительно та же, наверное, кухня. Вот. Зачем это нам нужно знать? Это нам все нужно знать для того, чтобы сводить, потому что музыка сводится по квадратам. Что это значит? Это будет в следующих видео, вот, просто все сразу объяснить очень сложно, это, ну, мега сложно и не поймется, надо объяснять по частям. Вот. В этом видео мы поговорили о квадратах, вот, и сейчас я просто так, чтобы был какой-то, такой контрольный аудиофрагмент, демонстрирующий вот эти квадраты, я поставлю два трека, где вы четко-четко услышите, что квадраты есть, вот, и что они длятся 32 удара. Ну вот, первый удар, и начинаем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, то есть, видите, можно предугадать, что уже чувствуется, что можно даже не считать, вот, и ты приблизительно поймёшь, ну, как ты чувствуешь, когда только что у нас встанет. И, пум, ума пошла, да. То есть мы это приблизительно ожидаем, эти квадраты, они у нас на подпорочке даже не считают. И, пум, ума пошёл в новый квадрат. Три, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И последний, да, допустим. Вот, ну, то есть вы видите, я не соврал. Квадраты есть, они длятся 32 удара, и даже если не считаешь их, то ты их чувствуешь. Вот, и, а, то есть, если ты с ним ещё работаешь как диджей, то ты их просто на подкорке чувствуешь, да. Вот, ну, то есть, прикольная штука, и, ну, прикол квадратов, прикол структуры трека, вот, кажется, вроде музыка, как это ж музыка, это полёт, полёт всего, полёт фантазии, полёт креатива. Ну, как такое, такое, такое понятие, как музыка, такое явление, как музыка, можно запихнуть в структуру. Можно, и это очень даже полезно. Вот, получается, довольно, то есть, можно ожидать каких-то изменений в музыке, можно ожидать каких-то поворотов, то есть, оно придугадывается, и ты чувствуешь себя комфортно так. Вот, то есть, комфортненько, и прикольненько. Вот, сейчас ещё одна будет демонстрация, ещё один трек, ну, то есть, чтобы показать, что не только в этом, и в других треках тоже есть квадраты, и они, ну, они, они идут тоже 32 удара, и тоже есть чёткая структура. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, добавились. У нас стал более таким, более басовым. И добавились такие тарелочки, такие вот хай-хеты. Так как... Добавился колокол и уже началась этническая часть, какой-то басик и макальчик, зацентрированный макальчик. И все по квадратам, и можно ожидать. Ну а тут не было изменений. Еще раз что, то есть такое абсолютно бывает. Но сейчас точно будет. Раз, два, три, четыре. Фу! Ямка. Вот и так далее и тому подобное. Не всегда, как вы видели, бывает четко подчеркнуто это изменение. Бывает, где-то внутри трека два квадрата между собой, как-то не подчеркнул их создатель, автор. Решил не подчеркивать, допустим, какой-то перебитовкой, никаким эффектом, просто оставил как есть. Или как-то очень слегка и незаметно это подчеркнул. То есть, нет такого бух. В принципе, это его право, это его произведение. Поэтому, то есть, фу! Вот. Но, опять-таки, не было такого, что прозвучал один квадрат, да? Потом прозвучала еще треть квадрата и началась яма, да? Нет. Прозвучал квадрат, второй квадрат, между ними не было никаких значительных каких-то таких всплесков в это. и потом пошла яма. То есть, кратно квадратом. Вот. Практически в 99% случаях так оно и есть. Все кратно квадратом. То есть, три квадрата, какой-то сбив в течении квадрата, потом дальше. Но! Но! Также, также очень довольно часто встречаются случаи, когда чуть-чуть нарушается, да? Допустим, когда яма, вот, она вообще без ритмики очень часто яма. Яма, это кто не знает, да, я об этом не говорил, яма это участок композиции, где нет, где нет ударов. Да? Ну или где удары слабенькие. Такой, как бы, ну, то есть, только что звучало очень даже... Яма. Ну, везде есть это яма. Везде есть удар. Вот это яма. В принципе, она тоже очень часто, практически в 95% случаев она кратно квадрату. Вот. Вот. Теперь просто, чтобы это закрепить у себя в голове, чтобы вы это более четко слышали, что, например, понаблюдайте за парой своих любимых треков, попытайтесь там посчитать или просто заметить, где, где, где вот именно границы между квадратами, где один квадрат меняет другой квадрат. Довольно интересно, да? То есть, в знакомой музыке, в которой ты уже заслушал тот дыр, просто там один квадрат отделить от второго квадрата и наоборот. Вот. Ну, на этом сюжет закончен. Я вот так его довольно растянул. Вот. Тема была квадраты. Все понятно. Я уверен, что все понятно. Вот. Следующий сюжет, он будет посвящен такой штуке, как BPM. И бум-бум-бум, о нем дальше. Спасибо. До новых встреч. С вами был Рейкасти.